Итак, всем привет! Значит, у нас идет вторая часть единорожки. Надеюсь, мы ее довязать успеем. Все, кто не выполнил домашнее задание, можно посмотреть первую часть урока. Вышла маленькая накладочка по поводу котика. Куда-то делась запись, я сама не могу ее найти. Вроде как, разберемся с данным вопросом. Те, кто не довязал котика, не волнуемся. Все найдется, все будет выставлено, никуда не потеряется наша запись. А мы продолжаем вязать, значит, единорожку. Посмотрите, сколько такой красоты. Вот, да, я кудряшек сделала 14 штук. На всякий случай чуть-чуть побольше. Мало ли, где-то хватит, лишнее не будет. Свяжу еще единорожку, поэтому значит, мы остановились на том, что мы провязали, получается, 12 столбиков. Нам сейчас нужно будет вязать ручки. Одну ручку мы связали, вторая как домашнее задание. И так, значит, что мы с вами сейчас будем делать. Так как у нас уже ножки есть, да, то есть ориентировочно вообще ручки ввязываются над ножками либо строго по бокам, смотря где у вас остановилось вязание. У меня в данном случае ручки ввязываются двумя петлями, но они у вас тоже должны ввязываться через две петельки. Если я поднимусь вот так наверх, то мне нужно провязать вот один столбик без накида, и вот здесь я могу вязать ручки. Как я ввязываю, да, точно так же. То есть беру сначала в ручку, вставляю крючочек через две петли обязательно, не забываем. Дальше в туловище и протягиваю через ручку и через туловище. Затянула, посмотрела, вроде все по центру. Потом мы это опять же затянем с вами. Ниточку пока не трогаем. В ручку вот сюда и вот сюда. Смотрите, дальше у меня получается, да, вот эти петли не теряем, они могут быть под ниточкой, где угодно они могут быть. Дальше у меня провязывается 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Я беру вторую ручку, также вставляю, дальше сюда, подтянула и вторую петлю. Сюда. Тоже столбиками без накида. Прежде чем начать дальше вязать, проверяем, равномерно ли вязаные ручки. Если у вас где-то что-то будет неровно, развязываем сразу. Я вижу, вроде как у меня все ровно. Надеюсь, все ровно. Итак, теперь я довязываю тут 1, 2, 3 и тоже 4 столбика. Итак, значит, прежде чем мы продолжим вязание дальше, сейчас у нас уже начнется голова, мы должны закрепить вот эту ниточку. Как я вас учила, да? Можно было, в принципе, вот ее оставить. Можно это сделать под ручкой, да, чтобы не было ничего видно. Значит, я ее достала сюда. Дальше. Я сейчас вот отсюда вытаскиваю не всю ниточку, да, оставляя вот эту петельку здесь. И снова с этой же стороны я ее немножечко подцепила. И вот эту ниточку в петельку просунула. Таким образом я сделала вот такой узелок и закрепила данную нитку, чтобы она мне никуда не делась. Ну и, соответственно, убрала ее в туловище. То же самое я повторяю с этой же самой стороной. Итак, я вот сюда аккуратненько ее петелечку сделала. Ниточку взяла. Надеюсь, видно. Протянула. И спрятала. Итак. Значит, что мы делаем с вами дальше? Приступаем дальше вязать к голове. Вот у нас сегодня девочка с нами вяжет. Скажи, пожалуйста, ты помнишь, как вязать прибавки, убавки? Либо давай я тебе напомню на всякий случай, чтобы ты сидела и сама вспоминала, и репетировала, так сказать, перед нашим вязанием. Не слышу, если вдруг что-то говоришь. Да, я в старой школе вязала. А помнишь прибавки, убавки, столбики без накида? Давай я тебе что-нибудь напомню. Да, да, я помню. А, все помнишь? Ну, а тогда вообще отлично. Я думаю, что ты, может быть, даже если немножко попробуешь, да, вот так повязать побольше, можешь, в принципе, связать отдельно голову. Если что, ее можно будет всегда пришить к туловищу, да, то есть мы здесь вяжем цельновязную игрушку. Если не хочешь сидеть без дела, можешь связать. То есть у нас вот сейчас будет 12 столбиков, да, у нас в ряду. 12 столбиков без накида, то есть 12 петель. Ты можешь связать кольцо амигуруми из 6, сделать 6 прибавок, и у тебя уже получится те же 12. Ну, а дальше вязать с нами. Если хочешь, можешь вот такие штучки вязать. Умеешь такие спиральки вязать? Да, меня учили в школе в старой. Ну, да, вот у нас данная наша спиралька состоит из 30 воздушных петель. Если вот такую спиральку берем, да, вот видишь, она такая более, ну, так скажем, самая такая кудрявая. Такую петельку мы вязали 30 воздушных петель, и в каждую петлю по одной прибавке обычной. А вот это у нас, видишь, уже другая спиралька. Вот такие спиральки мы вязали 25 столбиков, ну, 25 воздушных петель, и потом чередуем столбик-прибавка, столбик-прибавка. Видишь, здесь менее, да, такие локоны другие получились. То есть, если хочешь, можешь вот тоже позаниматься, либо с нами вот эту голову, да, вязать, допустим. Сейчас, значит, у меня 12 петель. Дальше я буду делать 12 прибавок, потому что мне нужно получить, соответственно, да, такое сразу расширение. Итак, значит, сразу говорю, ребята, кто вяжет с маркером, да, вставляем маркер, где вам удобно. Ну, и, соответственно, давайте теперь постараемся сегодня закончить нашу игрушку. Итак, 12 прибавок. Раз. 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 Музыка. 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 Итак, смотрите, здесь у меня получилось столбиков немножко больше, чем положено, но мне нужно выйти на 24, то есть в одном месте я провязала просто два столбика. Если у вас все сошлось, видимо, где-то я все-таки обсчиталась, когда ввязывала тут лапки, ничего страшного не произошло, мы с вами вышли на нужное количество нам петель, поэтому дальше продолжаем вязание, чтобы будет хорошо. Хорошо. Итак, после того, как мы с вами провязали 12 прибавок, вышли на 24 столбика, мы должны выйти на 30 столбиков, потому что 30 – это наша основная будет максимальная ширина головы. Значит, что мы делаем с вами? Три столбика, одна прибавка. Чередуем шесть раз, выходим на 30 столбиков. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, восемь, восемь. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пять, шестнадцать, восемь. Одиннадцать, восемь, восемь, восемь. У меня типа вот так. Сейчас, дай секундочку, еще не вижу, сейчас посмотрю буквально пять сек. Так, смотрю. Покажи. Угу. Вот это теперь. Так, а ты делаешь сейчас что, получается? Ты кольцо амигуруми хочешь сделать? А, ну, я делаю как... Да, вот эти. Так, кольцо. Ну, смотри, кольцо мы делаем в более упрощенном варианте. Мы делаем, получается, сейчас я довяжу тебе, покажу, как мы делаем, чтобы, так сказать, уже было живое общение у тебя тоже. Все-таки ты к нам пришла, к нам не так часто ходят, в основном все вяжут по видео, конечно. Мне намного интереснее, конечно, объяснять, когда кто-то что-то спрашивает. Вот смотри, как делаю кольцо я. Сейчас, смотри, я делаю таким образом. Во-первых, мы, ну, как бы есть более простой вариант, да, можно, то есть, взять и ложить крючок, вот такой, завязать такой узелок, только не сильный, да, допустим, чтобы крючок ходил. Мы провязываем две воздушные петли, раз, два. Ну, и, допустим, еще, да, тут одну можно провязать. Затягиваем, затягиваем, насколько это вот, когда затянется, да, вот он, видишь, не затянулся сразу. Еще раз провязываем две, допустим, петли. Ну, на всякий случай третью провязываем. И вот в эту петлю мы вяжем шесть столбиков. Вот, то есть, раз, два, вот, три, четыре, пять, шесть. И вот, да, как бы у нас тут получается стянутое вот это наше кольцо. И когда ты вяжешь уже сюда, да, вот, ну, следующий, допустим, ряд, да, что это будет там прибавка или нет, то есть, тут ты эту ниточку подтягиваешь и за счет того, что наплюшивая, здесь даже ничего дополнительно стягивать не приходится. А если, конечно, делать вот, как ты говоришь, тебя учили, тут у нас не все, так скажем, да, готовы с этим справляться. Поэтому такое, конечно, кольцо полностью, когда там на пальчик тогда наматывается, и получается вот это вот колечко, потом его надо стянуть. Ну, грубо говоря, мы берем упрощенный вариант, результат точно такой же. Поэтому, как бы вообще каждый выбирает для себя сам, что-то можно упростить. Ну, я вот по поводу вязания тоже много уже говорила ребятам, то есть я была первоначально научена вязать не совсем правильно, да, то есть я держу крючок, можно сказать, неправильно, но я уже так привыкла, мне, конечно, я так буду долго вязать. Вообще его нужно держать вот как ручку мы держим, вот так вот мы пишем, то есть вот так и нужно держать крючок. А я, конечно, привыкла, как люди вот спицами их дать вязали, и меня также тоже приучили вязать в свое время. Поэтому вот такие моменты. А так, если у тебя получается такое кольцо о мигруме, ты делаешь, то, конечно, делай так. Но это более, так сказать, упрощенный, да, вариант. Итак, возвращаемся к нашему единорожке. Мы, значит, сделали сейчас с вами 30 столбиков, да, провязали. Теперь нам нужно провязать 3 рядочка по 30 столбиков. Итак, значит, провязываем быстренько. У меня получается 3 умножить на 30, 90 петельчик, да, то есть вот он, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 10. Кто вяжет быстрее, меня подождете. Кто вяжет медленней, вяжите со мной. А у нас всего 4 человека. Ну, это я имею в виду, кто будет смотреть запись, да, вот некоторые, так скажем, ставят на паузу, вяжут, а кто-то вяжет вместе со мной. То есть, грубо говоря, даже если это видео, вяжут все равно. Ну, столько, сколько идет наш урок, примерно столько же и вяжут. Так, кто-то, у кого-то, может, рука уже набилась, кто-то вяжет быстрее. Но у меня, конечно, сложность вязания состоит в том, что мне нужно вязать, держать, ну, вязание под камерой. То есть, это иногда бывает неудобно. Ну, то есть, я бы, например, сейчас по-другому положила игрушку, довязала бы немного побыстрее, возможно, даже. А мне нужно следить, чтобы игрушка была под камерой. И таким образом немножко усложняет этот процесс, но ничего страшного. Эта игрушка достаточно не такая большая. И мы тут будем вязать вот так. Вообще, на следующее занятие нужно будет какое-нибудь тоже голосование провести, выбрать какую-то интересную игрушечку, может, какую-нибудь, не знаю, из старых наших пособирать, которые тоже голосовали, там нравились какие-то игрушки. И, возможно, что-то вот мы... Синяя нить какая-то тут пристала. Да, конечно, на белой пряже видно все. В этом минус, так сказать, этой пряжи, но в данной игрушке она у нас очень прям подходит. То есть, у нас такой контраст. Вот эти ножки одного цвета сама будет лединорожка. Вот такая беленькая кудряшки мы эти подобрали. Ну вот, я говорила, да, то есть у меня прошлое было все сочетания розового, там персикового, такой бордо немножко уходил. И здесь же я решила попробовать именно желтый-зеленый вот какой-то такой сделать. Я подбирала тут оттенки, которые тут получше, так скажем, подходят. Так, я уже вяжу третий ряд, если что. Вот у меня сейчас, кстати, закончится сейчас пряжа. Еще раз повторим, как мы связываем пряжу, чтобы, да, привязываем нитку, если вдруг кто-то подзабыл. И сегодня нам нужно успеть оформление, привязать все вот эти кудряшки, сделать утяжку, вставить глазки. Вяжем, так сказать, немножечко в темпе, время останется, что-нибудь еще. Может, расскажу, поговорим. Вообще, конечно, мы все выбирали в прошлый раз куклу. Кукла такая красивая, которую мы выбрали. Но почему-то больше голосов было за единорожку. Но кукла это будет больше занятий, конечно. Конечно, там нужно будет очень сделать красивое оформление. Это все не быстро. Итак, три рядочка я провязала. Дальше мы будем сейчас вязать убавки. Три столбика, одна убавка. Повторяем шесть раз, выходим на 24 столбика. Раз, два, три. Убавка. Кстати, убавки тоже, да, вяжутся разными способами. У нас такой более простой способ вязания. Три. Убавка. Раз, два. Убавка. Убавка. Итак, значит, вот у меня ниточка почти закончилась. Бывает то, что пряжа, допустим, в ней сразу какие-то нитки разрывные. Бывает смотана из нескольких кусочков. Ну, бывают такие не очень, конечно, хорошие нитки, но если они куплены, как бы куда их деть, что называется. Как мы это делаем, да? То есть берем новую ниточку, связываем вот сюда под корень, так вот максимально, да, под корень. Еще такой же узелок тоже под корень сюда стараемся связать. И продолжаем вязать, как будто ничего и не было. Эти два хвостика прячем. И вяжем, как будто вот так все и было, да, как будто ничего. Раз, два, три, убавка. Раз, два, три. И вот на наше еще одна убавка. То есть дальше уже мы сократили, да, у нас 24 столбика в ряду. После этого мы должны с вами провязать еще, значит, сколько мы тут провязываем? Два рядочка по 24. Так, то есть я 48 столбиков делаю. Так, так вот. Ниточку отмотаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будем вставлять глазки. Для данной игрушки я рекомендую 12 мм глазки. С заглушками, да, соответственно. Почему 12? Потому что десятки маловаты, а больше, в принципе, можно, но... Я вот, у меня есть такие двенашки, причем у меня такой цвет, нейтральненький, да, вроде как-то и коричневый, не совсем коричневый, красивый, можно сказать. Поэтому... Так, достаю сразу иголку для утяжек. И сейчас с вами, значит, вставляем. Как мы отсчитываем, да, где вставлять? Нам нужен... Это у нас был с вами первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот в пятом ряду вставляем глазки равномерно, да, то есть как мы это с вами делаем обычно. Находим середину, да, когда на нас смотрит игрушка, пятый ряд, еще раз, два, три, четыре, пять. Если вы считаете где-то, может, лучше, да, вставить, вставляйте там, где считаете, потому что игрушка у всех какая-то индивидуальная, так скажем, тема. У кого-то красиво будет в пятом, у кого-то в шестом. Значит, я беру здесь серединка у нас и отсчитываю где-то по три столбика, да, от серединки, то есть чтобы у меня между глазками было где-то шесть, то есть три примерно. Отсчитала, но все равно проверяю, красиво они у меня стали или нет. На данный момент, да, это еще не такая красивая игрушка, но после вставки глазок и утяжек у нас будет очень красивая единорожка. Все, меня все устроило. Я вставляю. У меня глазки с заглушками, если плохие заглушки, обязательно дополнительно, да, можно сделать. Я еще зажимчиком таким сделаю посерьезнее, что называется. Поэтому, если у вас плохие заглушки, как у меня были с десятками, да, я еще промазывала клеем. Я это показывала. Ну, то есть дополнительно все равно, чтобы все было как положено. Вот сейчас вставилось хорошо, не расшатаюсь, что называется. Итак, после этого мы с вами делаем, значит, наполнять еще рано, да, как вы видите, можно пока еще не наполнять. Можно еще хотя бы чуть меньше сделать отверстие, но хотя можете уже наполнять. Как бы это сами, каждый вы смотрите, как я вам уже говорила. Я еще провяжу сейчас, я провязываю столбик, убавка и так до конца ряда. Столбик, убавка и так до конца ряда. И вот сейчас, после этого рядочка, я начну набивать. Покажу, как я еще набиваю тоже. Ну и, соответственно, столбик, убавка и так до конца ряда. Почти, значит, уже довязали голову, да. Значит, смотрите, когда будем набивать, обязательно по бокам хорошо распределить наполнитель наш. То есть, ну вот сейчас на какую-то основу я, допустим, просто так, да, сюда размещаю. И при набитии, не забывайте, ни в коем случае не допустите, чтобы у вас была вытянутая голова. Вытянутая голова – это очень некрасиво. Щечки. Отдельно набиваем щечки. Спереди особен. Так вот прям хорошенько делаем пальчиком, чтобы при утяжке, да, вот мы сделали вот такую красивую мордочку. Вот так распределяем, да, если у вас такой же наполнитель, как у меня. Если у вас первоначально он хороший, то вам больше повезло купить хороший наполнитель. Мне вот этот, больше, конечно, мне нравился синтепон, который я разрывала. Да, то есть, вот у нас будет утяжка, чтобы вы понимали, да, как бы, как нужно набивать щечки. Ну и здесь, соответственно. Итак, как заканчиваем, да, в принципе, у нас стандартная схема завершения почти любой игрушки. Теперь мы заканчиваем сплошными убавками. Делаем их вот сколько можем подряд, да, то есть убавка, убавка. Значит, здесь у нас обычно голову надо заканчивать максимально красиво. Здесь у нас вся голова будет в кудряхах у нашего единорожки, поэтому, в принципе, да, можете насчет этого не волноваться. Я тут вместо убавки провязала столбик нечаянно. Если у кого-то получится не сильно красиво, все исправимо, да, как мы уже говорили. Если у вас какие-то вопросы в моменте вязания, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Если у вас какие-то такие штуки начинают выпадать, наполнители из игрушки, как я уже говорю, очень некрасиво, убирайте это сразу. Это максимально портит вашу игрушку, или там это торчит что-то, это там еще что-то, и начинается это очень бросается в глаза. Как завершаем любую игрушку, да, провязываем воздушную петлю, как я говорю, до конца и вытягиваем эту петлю. Затянули и спрятали ниточку, да. Вот так красиво спрятали, немножко ткань уже туда задалилась. Ну, в принципе, вы все это же умеете. Итак, делаем утяжку сразу. Отрезаем ниточку для иголки нашей. Время вроде как позволяет. Должны успеть. Вот, вставила. Значит, где-то вот тут, да, у нас будет низ. Так сказать, игрушки ровно посерединке. Выводим иголочку. Вот этот глазик у нас, да, вот сюда вывели. Вот, в принципе, точно такую же утяжку делаем и у котика, вот, которую я вам как-то записывала, записывала, объясняла, объясняла, в итоге пока нету, да, так скажем. Точно такую же утяжку, кто вот вяжет котика, только у вас будет под мордочкой, под белой сразу. То есть вот у вас в серединке мордочка вывязана, здесь мы в середине, ну, прячем, потому что единорожка это у нас, а это под мордочкой, под котика. И все, а так разницы вообще никакой. Утяжка точно такая же. И смотрите, да, сейчас тянем, тянем, ну, вот сколько получилось у меня, да. Сильно тоже не тяните, иногда бывает, нитка может порваться от сильного напряжения. То же самое повторяем со вторым глазиком. Вот и, в принципе, вся наша утяжка. В данных игрушках этого достаточно. Бывают игрушки, в которых нужно провести дополнительную утяжку. Здесь тянем только заднюю ниточку, потому что одна уже привязана. Смотрим, чтобы было примерно одинаково, да. Смотрим, смотрим, смотрим. Если получилось, то получилось. Так, смотрите, здесь я бы сделала еще одну утяжку, потому что той утяжки, мне кажется, будет как раз-таки не особо достаточно. Поэтому я сделаю утяжку сейчас таким образом. Сюда вывела ниточку. Вот сюда и вот сюда, да. Так, хвостик оттянули. Отсюда вывела, сюда же и подвела. И теперь точно так же, да, вот смотрим за равномерным. Вот наш, видите, получается такой вот, как будто носик, мордочка начинает вырисовываться. И вот так протянули. Вот такая у нас утяжечка у нашей единорожки будет. Как обычно, ниточки обрезали, хвостики убрали. Так, давайте сейчас, если я успею, да, я еще покажу, как я вышиваю глазки. Ну, то есть, да, вот я здесь сюда беру бровки, там можно сделать реснички и так далее. Давайте на ресничках терять пока времени не будем. Давайте займемся гривой, потому что гривы сделать немного посложнее. Итак, если вдруг я не успеваю, то самостоятельно, да, вышиваем здесь вот такие реснички, бровки. Можно, кстати, наклеить еще ресницы дополнительно. Будет тоже очень красиво, так как это у нас тут-таки единорожка, видимо, девочка такая красивая. Мальчиков не бывает. Итак, вот наши кудряшки, да. Я делаю петлики. Супер, молодец. Отлично. Может быть, даже потом свяжешь такого же единорожка по видео, очень будет интересно посмотреть. Значит, смотрите, наша задача сейчас, да, вот эти вот такие кудряшки превратить в полностью волосы для единорожки. Смотрите, которые мы вязали с вами более, вот эти вот петельки, где был, ну, как бы меньше локон идет, да, но где столбик и прибавка, столбик и прибавка чередовались, их можно куда-то сделать поверху. Как дополнительно. Во-первых, я их сделала всего четыре штучки. Мне кажется, этого будет больше, чем предостаточно. Я их пока отложу. Я сейчас начну заниматься с этими. Значит, тут включается только ваша фантазия. Я сделала, получается, раз, два, три, четыре, пять. Пять цветов по две штуки. У меня это будет максимально равномерно. Вы же можете включить свою какую-то фантазию, делать не так равномерно. Я начинаю с, получается, два ряда где-то от, два-три рядочка от центра. То есть, я буду привязывать, да, кудряшки тут, тут и вот тут. Я начинаю отсюда. Как мы их привязываем, во-первых. Вставила крючок, подцепила ниточку. Ниточки подрезала, спрятала, да. Сейчас пока ничего не прячу. Хочу показать, как распределить максимально красиво, да. Все вот это. Эту я делаю вот тут. Точно по такому же принципу. Можно сделать равномерно. Но я вот сейчас как-то, кстати, подумала, равномерно, но будет не настолько и красиво. Дальше. Опять на рядок делаю чуть-чуть пониже, да. Теперь вот в этом. Беру вот такую красивую. Обязательно вяжем на 2-3, сколько хотите, узелков. Ни в коем случае не делаем один. Развяжется, потеряется, будет максимально некрасиво. Сейчас попробую настроить повыше поднять, чтобы было видно вот этот сам процесс нашего оформления, да. То есть вот так. Тут теперь делаю еще повыше. Вот такое. Я, получается, делаю не во все петли подряд, да. Вы видите. Я пропускаю один столбик, один вверх, один в сторону. Один вверх, один в сторону. Вы можете сделать, да, без какой-то там определенной логики. То есть просто делайте, делайте, да, там вот эти вот штучки. Ваше дело, ваш выбор. Показываю один из вариантов. Кстати, вот эти нитки, так тоже были бы красиво, да, висели, но у нас для этого вот такие, да, более есть. Более такие. Итак, дальше. Четыре у меня тут цвета. Он такой зеленый красиво. Очень мне нравится этот сочный цвет. Кстати, попробовала первый раз его. У него сочетание с желтым вообще идеальное. Так, ну, надеюсь, что успеем мы еще с вами все вышить. Это я на всякий случай, конечно, подстраховалась, вам рассказала, как я делала. Так, тут у нас ниша была, теперь чуть-чуть повыше. Ну, кстати, можно вернуться к этому даже желтенькому. Итак, сейчас мы заполняем, да, ну, как бы, если по моей методике, то немножко в таком, можно сказать, хаотичном порядке, а потом мы будем смотреть, где чего у нас не хватает. Вот так, сюда я бы попробовала вот этот. То есть, это чуть пониже можно. Самый косячный свой нашла. Провязывала тут. Кометом в одном немножко нитка заканчивалась. Не все провязала. Такие не берите, как я вперед, где-нибудь там в серединке пойдет. Итак, и повыше сейчас провязать еще нужно будет, наверное, какое-то тоже поярче, потому что тут уже одинаковые два не должны быть, а с той стороны само то подходит. Так, этот я провязываю вот здесь. Так, значит, смотрим, да, что у нас получается. Часть, которые спереди у нас будут торчать, все равно пойдут назад, естественно. Итак, чем мы заполняем серединку? Серединку мы все равно заполняем вот такими штуковинами. В любом случае они будут. У меня немножко косячок, конечно, вышел с этой штучкой, но ничего. Эту нитку я дополнительно просто сейчас провяжу. Смотрите, что бывает, если вот так вот нитку не подрасчитал. Я, конечно, ее привяжу за другую сейчас ниточку покрепче, но имейте в виду, что вот вам яркий пример, как делать не нужно. То есть вот я оставила короткую нитку, мне теперь очень сложно привязать вот эту кудряшку. Хорошо, что вторая, конечно, у меня длинная. Если бы были такие две нитки коротких, то это был бы уже, конечно, очень плохой вариант. Поэтому лишний раз не пожалеете в эту нитку. Вот видите, как зато легко и просто можно привязать такие кудряшки такими ниточками. И так. И теперь смотрим, где у нас чего не хватает. Вот здесь не хватает. Видите, кудряшки сюда привязаны. выкладываем ее. То есть где у нас получились какие-то прорезни. У меня, кстати, всего вышло 14 штук. Я вот вам говорила, да, кто сколько навяжет. Их можно, конечно, просто взять, примерить, да, как будет. Но в данной игрушке, конечно, нужно заполонить по максимуму вот сколько получается. Видите, вот здесь тоже, да, какое-то место у нас есть. То есть я сейчас привязываю сюда. Наверное, все-таки все 14 у меня разойдутся. Потому что все-таки вот эти кудряхи, они, конечно, передают красивый вид игрушки. И только когда я все привязала, я буду убирать нитки. если вдруг у меня где-то что-то не устроит, то скорее всего я буду либо подвязывать дополнительные, да. вот здесь все-таки я еще сейчас привяжу одну штучку, вот эту. И буду вам показывать полный уже результат. Уже всем интересно, как будет сейчас у нас все красиво, да. Итак, вот если поднять вверх, да, у нас вот такая красота получается. Вот так у нас сзади выглядит. А вот спереди вот такая у нас красота. Вот такая красивая у нас вышла в итоге единорожка. Итак, в принципе, результат меня устраивает. Очень, очень даже красиво, да. То есть тут уже вы, естественно, можете там, да, что-то перекладывать, какую-то сделать вам лучше вперед, путь получше назад. Ну и все, естественно, нитки, да, нитки должны быть убраны, естественно. Вот такая будет очень красивая единорожка. Итак, значит, как убирать нитки все умеем? Давайте на всякий случай еще покажу, тут будет оформление. Нитки все убрать. Вот эти вот висюльки, они облезут. То есть если только вы там будете все подпаливать спичками, да, еще можно там что-то оставить. А так все нитки обрезаем и убираем. Они на данный момент, они все распушатся, попадают, и будет некрасиво. Итак, берем черную ниточку. И мы сшиваем, значит, наши единорожки в бровки. У меня вот так. Извините. Так, сейчас смотрю. Ой, а что-то ты уже много, наверное, понаделала. А я так, как в старой школе меня учили, а так. Ну, мы что-то не так делаем. У тебя просто, как бы, пока результата вязания не видно. Наверное, придется немножко нам, чтобы игрушки вязать, чуть-чуть переучиться. Самую малость, так сказать. Просто мы в школе, в моей старой школе, мы не вязали игрушки, мы вязали шарфы. А, вот как. Ну, понятно. Я умею вязать шарф. Ну, шарф прикольно тоже. Будешь что-то самое в нашем канале, что-нибудь там присылай, показывай. У нас все ребята очень любят смотреть какие-то изделия. Всем очень нравится вообще. То есть, это шарф, там, рюкзак. Вот у нас девочка жилетку делала, присылала нам. Всем очень интересно. Все там прям очень любим, короче, все вот это смотреть. Поэтому обязательно. Итак, смотрите, как я делаю глазки, да. То есть, у меня вот такая игрушечка получается. Вот такая красавица, можно сказать, с такими глазочками. Итак, сюда ниточку я опять же вывожу. Главное, не запутаться, как я тут сейчас с этой ниткой. У меня тут уже подзапуталось немножко, но не тут-то было. Итак, проверили, да. Равномерно, равномерно, красиво, красиво. Обрезали, завязали. Значит, если есть такое желание, можно немножечко, да, ему выделить, где вот ротик у нас. Можно розовеньким там так немножечко вышить. Можно не вышивать. Можно ноздри выделить, где оно. Но я в данном случае вижу, что мы вот сделали утяжку на носик, да. То есть, нам ничего дополнительного здесь все-таки не нужно. И такая красивая у нас единорожка. Ну и сюда, естественно, прячем сейчас все нитки. Сейчас я тут буду обрезать уже остатки пряжи. Как я это прячу, в принципе, все уже знают, все видели. Но те, кто не видели, да, могут посмотреть. Я обрезаю не сильно коротко, не сильно длинно, чтобы можно было это спрятать. Торчать не должно ничего и нигде. Возьмите это себе за правило. Где-то там уже, правда, я завязала, да. Где-то уже прячать ничего не надо, можно сказать. Где я не так ниточку сделала. Также по поводу вот этих кудряшек хотела сказать. Вы вообще можете экспериментировать. Вы можете их сделать длиннее, можете их сделать короче. Можете их вообще, то есть взять просто, допустим, да, какую-то пряжу, сделать просто как волосики. Но, конечно, вот эти кудряхи, они, вот эти локоны именно, да, которые вывязываются, вяжутся дольше, чем сделать просто. Обычные, да, волосы. Но смотрятся намного шикарнее. И когда будете обрезать нитки, ни в коем случае не обрежьте локон. Потому что это будет срез всего локона. Здесь уже пояс назад не входит. Если вы уже что-то подпортите, то подпортите на постояночку, так сказать. Прячем ниточки, да, вот стараемся в разных направлениях. Когда вы все это прячете, стараемся, чтобы наполнитель не вылезал никуда. Потому что нет ничего более стрёмного, когда торчит наполнитель там из глаза, например. Это все максимально некрасиво. Так, а я вот советую Ника, девочку же, да, зовут? Я не ошиблась, Ника. Посмотреть вот наш первый урок. Вот сердечко, которое мы первую игрушечку вязали. Советую тебе вот посмотреть, как у тебя вот получается связать, допустим, сердечко, да, понравится тебе что-то такое. Там все петли на всякий случай разобраны, да, основные принципы. И, конечно, с нами уже вязать какие-то игрушки. Это будет очень здорово. Кстати, в качестве рекламы хотела вам там еще одну штуку рассказать. Я тоже там, может быть, брошу эту информацию у нас в общий чат. Но, в общем, смотрите, волосы, да, как бы поняли, да, все убираете, потом красиво раскладываете кудряшки вот эти, да, какую-то назад, какую-то вперед там, да, и будет у нас очень-очень красивая единорожка. В таком тоне. Хотела показать еще, я вот делаю броши. Можем тоже вообще организовать занятия вот по изделию чего-то подобного. Если откликнется, то можем с вами вышивать такие броши. Ну, или что-то подобное с полным оформлением. Вот так. Если вдруг у кого-то будет желание, пишите тоже там, попросим наших директоров выделить нам какой-нибудь чат. Найдем какой-нибудь общий, и будем вязать, вышивать вот эти броши. Итак, ну, до конца уберете все ниточки, да, я пришлю новое голосование нам для, так сказать, новой игрушки. Ну, и жду ваших единорожек. По поводу котика, да, вот я примерно показала, как делать, но видео это найдем, поэтому вышла накладочка, запись была. Где видео, пока непонятно. Ну, вот, в принципе, игрушечка наша готова. Всем спасибо за внимание. Спасибо.